Привет! Меня зовут Ира, и это мой канал о русском по-русски. Сегодня третий урок, и в этом третьем уроке я расскажу о третьем виде причастей, о пассивных причастиях настоящего времени. В уроке 1 и в уроке 2 я уже говорила об активных причастиях. Если вы еще не смотрели эти видео, советую сначала посмотреть их. Если вы уже их посмотрели, тогда продолжайте смотреть это видео. Давайте начнем. И сначала мы поговорим о том, как образовывать пассивные причастия настоящего времени. Первое, что вам нужно запомнить. Чтобы образовать пассивное причастие настоящего времени, мы используем глагол NSV – глагол несовершенного вида. Нельзя использовать глагол SV – глагол совершенного вида. И еще очень важно – пассивные причастия мы можем образовывать только от переходных глаголов. Переходные глаголы – это глаголы, после которых можно использовать винительный падеж, падеж 4, без предлога. Это очень важно. Глагол NSV – переходный глагол. Мы образуем пассивные причастия настоящего времени с помощью двух суффиксов – суффикса ЕММА и суффикса ИММА. Посмотрите, суффикс ЕММА мы используем для глаголов первого спряжения, суффикс ИММА для глаголов второго спряжения. В первом уроке этого курса я рассказывала, какие глаголы относятся к первому спряжению и какие глаголы относятся ко второму спряжению. Если вы забыли, посмотрите первый урок и вспомните это. А теперь давайте посмотрим. Глагол сообщать. Глагол сообщать – это глагол какого спряжения? Правильно, это глагол первого спряжения. Значит, мы будем использовать суффикс ЕМА. Теперь, чтобы правильно образовать форму пассивного причастия настоящего времени, от глагола нам сначала нужно образовать форму для местоимения мы настоящего времени. Мы сообщаем. Правильно. Посмотрите, вот это уже помогает нам понять, какой суффикс нам нужно использовать. Поэтому здесь вы можете просто добавить окончание. Сообщаемый для мужского рода, сообщаемая для женского рода, сообщаемые для среднего рода и сообщаемые для множественного числа. И посмотрите, здесь у нас есть суффикс ЕМА и есть окончание. И вот причастие сообщаемый. Давайте посмотрим следующее слово. Глагол изучать. Образуем форму мы. Мы изучаем. Правильно. Опять, посмотрите, глагол изучать – это глагол первого спряжения, поэтому мы будем использовать суффикс ЕМА. Вот суффикс ЕМА, и мы можем добавить окончание. Например, окончание мужского рода –ЫЙ. изучаемый. Отлично. Теперь глагол использовать. Образуем форму мы. Мы… Напоминаю, что суффикс ОВА в настоящем времени мы не используем. Мы используем. Я уже подсказала вам, сказала вам правильную форму. Итак, посмотрите. Опять мы видим суффикс ЕМА. Он нам помогает. И мы можем использовать окончание. Используемый. Очень-очень важно образовать форму мы, чтобы вы увидели, что здесь нет суффикса ОВА. Отлично. Давайте посмотрим еще на два глагола исключения. Глагол передавать и глагол создавать. Посмотрите, у этих глаголов есть общая часть – давать. Неважно, какая будет приставка. Передавать, создавать, сдавать, выдавать и так далее. Будет логика одинаковая. Итак, передавать мы… Какая форма? Передаем. Правильно? Но здесь нужно запомнить причастие. Мы не будем использовать эту форму, чтобы образовать причастие. От глагола передавать причастие будет передаваемый. Посмотрите, здесь есть суффикс ЕМА и окончание УЕ. Обычно суффикс ВА в настоящем времени мы не используем. Мы говорим передаем. Но в этом причастие суффикс ВА будет. Его нужно оставить. И такая же логика с глаголом создавать. Будет причастие СОЗДАВАЕМЫЙ. Запомните эти два глагола, пожалуйста. И теперь давайте посмотрим, как образовывать причастие от глаголов второго спряжения. Второго спряжения будем использовать суффикс ИМА. Любить. Форма мы. Мы любим. Правильно. Итак, вы уже видите суффикс ИМА. И нам нужно добавить окончание. Любимый. Вы часто говорите мой любимый цвет, моя любимая песня. И, наверное, даже не думаете, что вы используете причастие. А теперь будете это знать. Отлично. И давайте посмотрим следующий глагол. Глагол ХРАНИТЬ. Образуем форму мы. Мы храним. Итак, опять мы уже видим суффикс ИМА. И теперь нам нужно добавить окончание хранимый. Я думаю, что не так трудно образовывать пассивные причастия настоящего времени. Нужно запомнить только два суффикса и помнить, что мы образуем сначала от инфинитива форму мы в настоящем времени. Хорошо. Еще я хочу показать вам несколько примеров причастий, которые вы очень часто используете в вашей обычной речи, но, наверное, не думаете, что это причастие. Как со словом любимый. Например, вы, наверное, часто слышите в поезде, в метро, может быть, в аэропорту фразу УВАЖАЕМЫЕ ПАСАЖИРЫ. Посмотрите. УВАЖАТЬ – это глагол. И от глагола УВАЖАТЬ мы образуем причастие УВАЖАЕМЫЙ. Думаю, вы не знали, что это причастие. А теперь знаете. Может быть, вы тоже можете привести мне такие интересные примеры причастий, которые мы используем в нашей обычной речи. Ведь в первом уроке я говорила вам, что причастие – это часть речи, которую мы не очень часто используем в обычной речи. Но, когда пишем, используем часто. Итак, вы знаете, как образовываются причастия, пассивные причастия настоящего времени. А теперь нужно посмотреть, как использовать эти причастия в предложениях. А также я расскажу вам, какая разница между активными и пассивными причастиями. Сейчас я изменю информацию на доске, и мы продолжим. Итак, давайте посмотрим, как использовать активные причастия настоящего времени и пассивные причастия настоящего времени в предложениях. И посмотрим, какая разница. Давайте прочитаем три пары предложений. Это переводчик, переводящий статью. Переводящий – это активное причастие настоящего времени. Здесь есть суффикс – ящ. Переводчик – это человек, который переводит статью. Он делает это действие. Это активное причастие. Активное – значит сам делает действие. Человек. Эта статья, переводимая переводчиком. Статья не может сама делать действие. Переводимая – суффикс – им – это пассивное причастие настоящего времени. Переводимая – кем? Переводчиком. Это творительный падеж – падеж пять. Смотрите, здесь актив, здесь пассив. Для пассива мы используем падеж пять. Здесь переводчик – тот, кто делает действие. И здесь он делает это действие. Статья какая, переводимая переводчиком. Но причастие относится к слову статья. Статья какая, переводимая переводчиком. Понятна логика? Хорошо, следующая пара предложений. Это ученик, читающий книгу. Ученик какой? Читающий книгу. Читающий – суффикс – ющ. Это активное причастие настоящего времени. Ученик читает книгу. Он делает это действие. Эта книга, читаемая учеником. Книга какая? Читаемая учеником. Читаемая – суффикс – ем – это пассивное причастие настоящего времени. Книга не может сама делать действие. Читаемая кем? Учеником. Это падеж пять. Хорошо. И последняя, третья пара предложений. Это люди, планирующие встречи. Какие это люди? Планирующие встречи. Суффикс – ющ. Это активное причастие настоящего времени. Люди делают это действие. Люди планируют встречи. Это встречи, планируемые людьми. Какие это встречи? Планируемые людьми. Встречи не могут сами делать действия. Значит, это пассивное причастие настоящего времени. Суффикс – ема. Планируемые кем – людьми. Понимаете разницу между использованием активных и пассивных причастий настоящего времени? И здесь я вам должна сказать, что не от всех глаголов мы можем образовать пассивное причастие настоящего времени. Давайте посмотрим на вот это предложение. Это люди, пишущие статьи. Мы можем использовать здесь активное причастие настоящего времени. Но мы не можем образовать пассивное причастие настоящего времени от глагола писать. Да, глагол писать – это переходный глагол. Мы можем после этого глагола использовать винительный падеж, падеж 4, без предлога. Но нельзя сказать – это статьи писаемые людьми или пишемые людьми. Невозможно. Нет такой формы. Пожалуйста, запомните это. Хорошо. А теперь я предлагаю вам самостоятельно сделать упражнение. Я напишу предложение с активными причастиями настоящего времени, а вы переделайте эти предложения на предложение с пассивными причастиями настоящего времени. Здесь все причастия будут в именительном падеже, поэтому вам не нужно изменять причастие по падежам. Остановите видео, сделайте это упражнение, и мы проверим. Сделали? Проверяйте. Как всегда, если вы сделали ошибки или что-то вам непонятно, напишите мне ваши вопросы внизу в комментариях. Я обязательно отвечу. А сейчас мы также с вами посмотрим, как изменять пассивные причастия настоящего времени по падежам. Я думаю, если вы уже посмотрели урок 1 и урок 2, вы это хорошо знаете. И если вы знаете, как изменять прилагательные по падежам, вы также сможете изменять причастие по падежам. Сейчас я изменю информацию на доске, и мы с вами посмотрим, как изменять по падежам пассивные причастия настоящего времени. Итак, я написала предложение, сложное предложение со словом «который». Вы помните, что такое сложное предложение? Есть главное предложение, есть субъект, предикат, есть предаточное предложение, есть субъект, есть предикат. Теперь мы с вами будем определять падеж слова «концерт», а потом изменять предаточное предложение и использовать причастие, пассивное причастие настоящего времени. Сначала давайте определим падеж слова «концерт». Это концерт, падеж один. Завтра не будет концерта. Падеж два. Вы готовы к концерту? Падеж три. Они смотрели концерт. Падеж четыре. Она интересуется концертом. Падеж пять. Ты говоришь о концерте. Падеж шесть. Отлично. А теперь я расскажу вам, как заменять который они планируют на причастие. Это концерт. Здесь нам нужно использовать причастие от глагола «планировать». Давайте образуем сначала пассивное причастие настоящего времени. Форма мы. Мы планируем. Итак, вы видите суффикс «ема», и мы добавляем окончание «ы» – планируемый. Планируемый. И это пассивное причастие настоящего времени в падеже один. Слово «концерт» в падеже один мы задаем вопрос. Какой это концерт? Который планируют мы заменяем на причастие. Планируемый. И слово «они» мы меняем на падеж пять. Ими – это концерт, планируемый ими. Ими – это падеж пять. Планируемый – падеж один. Мы всегда используем причастие в том падеже, в котором стоит слово, с которым они связаны. Отлично. Теперь мы будем использовать причастный оборот, планируемый ими, во всех других предложениях. Завтра не будет концерта. Концерта падеж два. Мы задаем вопрос «какого концерта не будет завтра?» и используем планируемый ими в падеже два. Планируемый. Завтра не будет концерта. Планируемого ими. Посмотрите, мы использовали слово «планируемого» в падеже два. Имя мы используем в падеже пять. Для пассива мы используем падеж пять, если это тот, кто делает это действие. Хорошо. Следующее. Мы готовы к концерту. К концерту падеж три. Значит, слово «планируемый» тоже используем в падеже три. Планируемому ими. Итак, планируемому падеж три. Отлично. Они смотрели концерт. Концерт в падеже четыре. Планируемый ими. Мы использовали причастие «планируемый» в падеже четыре. Хорошо. Следующее. Планируемое. Она интересуется концертом. Причастие в падеже пять. Планируемым ими. Отлично. Использовали слово «планируемый» в падеже пять. И последнее предложение. Ты говоришь о концерте, планируемом ими. Мы использовали слово «планируемый» в падеже шесть. Отлично. Итак, я думаю, логика вам понятна. Я предлагаю сейчас сделать то же самое для женского рода, среднего рода и для множественного числа. Остановите видео, напишите причастие в правильной форме в этих предложениях, а потом мы проверим. Написали? Проверяйте. Надеюсь, вы все сделали правильно. А сейчас я покажу вам еще два предложения, чтобы вы могли их сравнить. Посмотрите на эти предложения. Вы видите, что пассивные причастия настоящего времени мы можем использовать после слова или перед словом, с которым связано это причастие. Например, это планируемый ими концерт или это концерт, планируемый ими. Но очень важно, чтобы причастие и слово, с которым оно связано, были рядом, недалеко друг от друга. Хорошо. Я надеюсь, эта тема была вам понятна. И теперь вы сможете использовать пассивные причастия настоящего времени. Как всегда, внизу я подготовила для вас ссылки с онлайн-упражнениями на моем сайте. Вы можете перейти по ссылкам, сделать упражнение и проверить себя. И, конечно, внизу есть ссылка на диктант. Это очень хорошая практика. Вы слушаете предложения, пишете их, а потом проверяете себя. Если у вас остались вопросы, вы всегда можете задать мне их внизу в комментариях к этому видео. И на следующей неделе будет последний урок, где я расскажу вам о последнем, четвертом виде причастий, и вы будете все знать о причастиях. Спасибо, что вы посмотрели это видео. И я жду вас в следующем видео в понедельник в девять часов утра. Удачи в изучении русского языка. Пока! Субтитры создавал DimaTorzok